Когда-то Германия считала Нигер при прежнем правительстве президента Мухаммеда Безума одним из своих самых надежных партнеров в регионе Сахеля. Канцлер Германии Шольц посещал Нигер в прошлом году и наблюдал, как солдаты Бундесвера помогают обучать нигерских военных вблизи границы Смоли. Этот регион является ключевым маршрутом для мигрантов, направляющихся в Европу, и одновременно с этим ареной борьбы исламистских террористических группировок. Однако захват власти в Нигере военными мятежниками означает, что Германии придется пересмотреть свою роль в этой стране. В настоящее время Берлин приостановил всю финансовую поддержку развития Неомея до, цитата, «дальнейшего выяснения». Министр обороны Германии заявил, что он внимательно следит за развитием ситуации. Наше военное сотрудничество приостановлено в любом случае, как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Наши военные по-прежнему размещены здесь, на авиабазе. Нам пока на данный момент больше нечего сказать. Ситуация все еще не ясна, и пока рано говорить о том, продолжится ли тесное военное сотрудничество в будущем. В столице Нигера Германия управляет воздушно-транспортным узлом, где расквартировано около ста солдат Бундесвера. Миссия Бундесвера ООН в Мали завершится в мае следующего года, и база в Нигере должна была сыграть ключевую роль в выводе миссии. Однако воздушное пространство Нигера в настоящее время закрыто. Если ситуация останется нестабильной, использовать базу для вывода войск из Мали будет затруднительно. Переворот может также повлиять на участие Германии в оказании военной поддержки Нигеру. Есть опасения, что усиление антиевропейских настроений может вынудить европейские страны покинуть страну, что приведет к снижению их влияния, возможно, на долгие годы. Это может усилить активность террористических группировок и стать причиной миграции из таких стран, как Нигер, что в конечном итоге приведет к усилению нестабильности в этом и так неспокойном регионе.